Сын Божий, помилуй меня грешного. Миро, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Его не слышно. У вас что-то звук плохой? Звук плохой? Звук плохой не слышно у вас. Исповедоваться хочет? Для этого церковь есть. Мы говорим о Христе, о спасении. О том, что грешники в аду будут гореть. Я матом ругаюсь, можно из этого исповедоваться? Я, говорит, матом ругаюсь, можно из этого исповедоваться? Ну, там и исповедуйте, с церковь сходите. Мы не священники, мы простые христиане. О Боге говорим, о Христе, чтобы люди приняли Бога, Христа. И веруя в Него, получили ощущение от грехов и жизнь вечную. Пойдите в церковь. Там есть священники, которым дана власть отпускать грехи. А вы, если матерились, больше никогда таких слов не говорите. Зачем они вам нужны, слова эти? В Библии говорится, что за всякое праздное, ненужное слово отчет даст человек. За каждое слово на суде Божьем отвечать придется. Тем более за плохие слова. Зачем же это? Вот мне 80 лет уже, и я еще ни одного матерного слова не сказал. А я прошел по тюрьмам, где только Бог меня не вел, как верующего сажали. А одни матершинники. И я ни разу не сказал нигде, ни в армии, ни... Почему? Да зачем? Русский язык и так богатый. Что вы сказали? Не слышно ничего. Помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не желаете ли послушать? Я беру сирию. Верующий. Вы тоже православный, да? Так точно. Слава Богу. А у вас Библия в доме есть? Там у меня все есть. Надо показать тоже. У вас икона. А я говорю, Библия, Библия, вот такая книга есть, нет? У меня все есть. Вы что, какая Библия? У меня от Евангелия, от всего есть. А вы Евангелие считали? Евангелие? Конечно, так точно. А для вас Христос кем является? Давайте я звук добавлю. Еще раз. Для вас Христос кем является? Госпос спаситель наш. Лично для нас, для каждого. Потому что написано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит... Я поставлю обратно. Да ладно, поставьте. Да потом поставите, потом поставите. Да, у него там. У него много там людей, икона. Он снял ее с полки. Да. Молодец. Так. У вас какие-нибудь вопросы духовные есть? Духовные? Да, о спасении души, о прославлении Христа, чтобы за смертью не в ад попасть, а в рай. Ну, я на счет Брайя не знаю, как попасть, а вот... Вы думаете, мне сколько лет? Вот мне сколько лет? Как вы думаете? Вам? Да. Ну, 85, наверное. Вот, даже больше, да, 80. Мне много пришлось жизни пройти. Из-за слова Божьего меня неоднократно сажали, как политзаключенные-то. А потом я вел занятия в университетах, радиопрограммы. Свобода наступила, так называемая-то. И везде пришлось проповедовать. И у нас очень большие ресурсы есть. Вот в Ютубе называется «Открытым оком во свете Библии». Вам меня хорошо слышно? Да. Да, да, хорошо. Вот это наши ресурсы. «Открытым оком во свете Библии». Если эти слова поставите «сайт», там откроется большой сайт. Можно я... я уже понял. Да. У нас тут 13 900 роликов. Можно я скажу? Говорите. Я понял вашу, что вы хотите сказать. Я, например, вот это не исповедь. Вы священником являетесь? Не являетесь. Поэтому никаких тайн не говорите. А то, что открыто для всех. Так вы старовер? Мы староверов. У нас родители староверы были. А мы находимся в православной церкви, открытой которой. Ну, ладно. Можно я вам исповедуюсь? Нет, исповедоваться не надо. Вы сходите в храм Божий. Можно я просто вам? Да какая разница? Вы к Богу ближе, чем я. Согласитесь? Ну, если это вопрос какой-то. Только не исповедь. Мы не священники. Вы ближе к Богу, чем я. Да Бог его знает как. Бог его знает. Конечно. Мы о себе так не можем думать, что я приближенный к Богу. Я знаю, что меня Бог избрал и сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И мы проехали от Владовостока до Лиссабона. Вы молитесь? Молимся каждый день утром и вечером и днем. У нас оружие вот есть. Щетки. Молитва слов. Да при чем тут четки? Самое главное душа. Ну, а душа связана с телом. А иначе душа, зачем тогда иконы? Ты в душе и молись. Однако иконы говорят, что ты смотришь кверху. Вот для этого нужно писание. На какие иконы вы молитесь? Мы на иконы не молимся. Мы молимся первообразу, который от иконов. Спаситель, Богородица, святые, ангелы-хранители. Все, я понял. Вы русскоязычные староверы. Не язычные. Мы православные христиане. У нас митрополит из Барнаула. Митрополит. Митрополит московского патриархата. Московский. Кирилл у нас. Ну, это патриарх. А это митрополит. А, ну, значит, мы с вами на одной войне. У меня брат священник, протеерей. Мой родной брат. Короче, я одно. Ладно. Вы хорошо молитесь. Я верую в Бога. Почему? Почему? Потому что я воспитан на этом. Я ходил в церковь, когда мелкий был. Я сам ходил. Мать меня не водила. Так получилось. Сейчас моя мать ходит больше, чем я в церковь. Вот. Она молится за меня. За моих. У меня пять детей. Мои дети ходят в воскресную школу. Вот. Я не хожу. Я верую. Она вот здесь моя вера. И одно я скажу. Что если я в церковь не хожу, не молюсь, это не значит, что я не верую. Я верую в Бога. Тогда вопросов несколько к вам. Разрешите задать? Несколько вопросов. Первое. Зачем вы бороду бреете, если вы православный? Я бороду брею. Почему? Потому что... Да. Это только недавно я понял. Это щетина. Это не борода. Борода. Вот борода. Смотрите. Вот борода. У него борода. Вы посмотрите на иконы. Я бородую мать. На иконах. Пророки. Апостолы. Христос. Святые. Все с бородами. Я же не собираюсь. Я вам в монахи уходить. А вот они монахи. Я не о монахах говорю. Мы не монахи. Мы не монахи. Подождите. Ну, если у меня... У меня борода нормальная. Вот так. Нет, бороды у вас нет. У вас щетина. Щетина. Там три дня не брился. Вот это щетина. Вот она у меня такая. Ну, ладно. Не об этом дело. Скажите, пожалуйста. А вы находитесь вот здесь в рулетке. С какой целью? С целью пообщаться с нормальными людьми. А какие тут нормальные половины голые? 80% мусульмане. С кем общаться? Это тут... А, мусульмане, да. Почему? Потому что я... Да потому что блуд, 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 разврат. Блуд, разврат. Вот что здесь самое главное. Раздетые. Головы не видать. Показывают половые органы. Можно я их немножко защищу? А они не защищаются. Они в аду будут гореть. Их нельзя защищать. Я служил в армии. Я был у них. Они очень... Я не знаю, как все, но они хорошие люди. Когда мне было плохо, да на кошарах, на кошарах у них был, они... Я пшеной, они меня накормили. Про мусульман говорит. Про мусульман говорит. На них смотри. А, там они... Я тебе говори. Ну, это их... Бог, как говорится, Бог заедет всем. Я спрашиваю про чья. Тут зачем вы в этой... В рулетке-то? Мы для того, чтобы проповедовать. Людям сказать, чтобы перестали грешить. А вы для чего? А, хорошо. Я вам отвечу. Я просто... Мне скучно... Не прикасаюсь, она гудит от этого. ...пообщаться с нормальными мужиками. Да тут нет нормальных. Да тут одни блудники и наркоманы. Тут никого... Нормальных мужиков-то один на тысячу. Я один? Посмотрите, у меня здесь наколки армейские. Я армейский мужик. Я русский. Я воевал в Чечне, емко. Так а наколки-то для чего? Наколки нельзя делать, Бог говорит. Не делайте письмен. Понимаете, что Бог запрещает, а вы делаете. А вы говорите, я православный. Вот это... Я сделал это... Вот эту первую. У меня вот здесь дельфин. Сзади дельфин. Вот здесь на лопатке дельфин. Я его наколол. Почему? Когда мне было плохо. Я от моря далеко. Потому что я родился на море. Мой дельфин, черномолец. Когда мне били по этому дельфину. Вот так вот. А я вставал и говорил. А я, говорю, черномолец. Я говорю. Я свободный человек. Такой же, как этот дельфин. Я говорю вам, что Бог запрещает делать наколки. Наколки Бог запрещает делать. Кельтские. Наши... Наши... Старые. Кельтские. Понимаете. Если Бог запрещает, то объяснять уже не надо. Это нарушение. А вот это уже Чечня. Это... Кулак. Здесь только звезды не хватает. Это значит Чечне. Так что я не знаю. Бог не судья. Ну, я просто спрашиваю, чтобы вы поняли, что если неправильно, этого делать нельзя. Бог запрещает. Бог говорит, запрещаю этого делать. Мы являемся храмом Бога живого. Храмом. Так. У вас, если есть желание попасть на наши ресурсы, вот они есть. И вы найдете нас. Вы уже показывали. Я одно. Можно я еще вас спрошу? Нет, мы сейчас отходим уже. Все. Отговорите, спрашивайте. Я вас уже достал. Я хочу... Я... Слушай, все. Говорите. Говорите. У меня... Вот мы с женой. У меня пять детей, да? Вот. Мы еще не разошлись. Мы не церковно венчались. Но она моя. Она от меня сказала, говорит, я уйду, все. Она ушла от меня, но живет со мной. А когда она ходит куда-то там, я не знаю. Мне обидно. Так вот поэтому сюда мужики ходят разведенные и блудящие. Я вам заранее сказал, тут делать нечего. Я не блужу. Нет. Ну а вы... Допустим, не вы, другой кто-то. Он пришел сюда искать утешение. Жену тут не найдешь. Хорошая жена, она дома сидит. Родители ее берегут. Жена, нахрен, дома вот сейчас спит дома. А когда, блин, нахрен уходит, я хрен знает, где ее мать и носит. А я тогда, вот, когда я вот что-то делал, вот это вот... Все, расставимся. Давайте расставаться пока, прощаться пока. Мы уходим с Богом грешного. Слава сатане. Слава сатане, девушка. Слава. Слава сатане, говорит. Слава сатане. Сатана поражен в аду будет. Сатане славы нету. Он убитель. Почему нет? Он будет в озеро Огнено брошенное. 12 глава Откровения, говорит. 14 Исайя. И 28 пророк Езекииля. Из Святой Библии. Он весь мир замучил. Он меня порадовал. Он мне силы даровал. Мы молимся, избави нас от лукавого. И славы сатане нету. Он кто? Человек-убийца и лжец. Господь, говорит. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он человек-убийца от начала. В нем нет истины. Но он лжец и отец лжи. Если вы ему поклоняетесь, вы будете в аду гореть вместе с сатаной. После смерти. А в аду мы вообще-то возносимся просто в максимальный уровень. Вы сегодня не пытайтесь быть оригинальным. Это смертельно опасно, такие слова говорить. Вы с ума сойдете. Почему? И жизнь можете закончить самоубийством. Я вас предупреждил. Сатана поражал мне силы. Я воскрес благодаря сатане. Что? Воскрес благодаря сатане. Сатана не может воскрешать. Он может только убивать. Вы все перепутались в голове. Каша. Он меня воскресил. Я умирал. Ко мне пришел сатана. И он сказал, я дарую тебе силы. Лишь бы ты жил. И причинял боль. У него все призрачное. Призрачное обманом. И в конце он вассорит своего правителя на три с половиной года над всем земным шаром. И будет ставить число у него 666. Да. Вы молоды, еще не знаете, чем закончится. Он обязательно вам даст указание кого-то убить. Зарезать. Я на это надеюсь, что он мне так скажет. Так. Вы желаете услышать о Христе, который умер за наши грехи и спасает? Я желаю услышать о Христе, который умер просто так. То есть, вам Христос не нужен? Нет. Сатана не нужен никакой. Нет. В судный день, вот этот день, вот этот час для вас будет самым роковым. Тогда он настанет. Так. Всего хорошего. Познакомьтесь с Священным Писанием, с Евангелием. Пока он не отнял у вас жизнь. Он, как правило, подводит к убийству и к самоубийству. И к блуду. И к лжи. У него больше ничего нет. Сатана села, Иисус могила. Так. Дедушка, что там? Что, староверов, да, или что? Я не помню. Рассказывай. Староверы вы, что ли? Ну, из староверов, но вы православные. Ну, и я христианин. Он тоже христианин. Но христианин это означает не православный, может быть. Ну да. Ну да. Христианин это все сектанты прикрываются этим словом. А православные, четко ясно, православные. Они всегда хитрят. Мне это не нравится. Не, а как понятно, да. Я русский христианин. Ну сказать, я 50-ти, я баптист, адвентист. Как-то можно назвать себя-то? Как вы сказали? Какую тайну из этого делает, непонятно. Ну я, не, я, не. В принципе, я могу сказать, что я атеист, нахуй. Я ничего не поверил. Атеист. А что ж ты припарился к правоскоррескому христианину? Нет, я крещеный. Крещеный. Вот, сейчас покажу. Крестик нашу. Ну так носишь, крестик носишь, а посты соблюдаешь? Нет. А бороду-то что бреешь? Почему? А как? Ну как, все иконы, все показывают, что с бородой. Как? Очень даже просто. Это, если бы не брил, у меня было больше, чем у тебя. Ну так попробуй, покажи. Как у Ануфья была. Пока еще, как, не принято. Работаю еще. Для вас Христос кем является? Он говорит, я атеист. А он назвался христианином, я за то держусь. Не, я не про то, а как? Вы про что имеете в виду? Ну вы, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего. И поэтому мы зашли на этот вот и... Не, ну, я тоже крещеный и... Да я не об этом спрашиваю. Вы живете-то во Христе или нет? Или сами по себе? Нет, я объясняю. Я атеист. Я не отрицаю и не признаю. Атеисты-то, когда верят в нуль, как Достоевский говорит. В дырку от бублика. А, ну, не знаю. Я это немножко не понимаю, конечно, но... Я в церковь хожу иногда. А зачем? А зачем ходите туда? А? А зачем в церковь ходите? Ну, вот, меня супруга повела, пошли там, послушали на крещение там. Ну, как-то так. Господь Христос сказал, верующий в Меня имеет жизнь вечную, а неверующий жизни не увидит. Он после смерти прямо в ад идет, в огне гореть будет. Ну, да. Половину таких. Вы на Украине живете? Нет, в России. В России он. Вы в России? Да, он показывает, Россия. А, Россия. Понятно. У вас какие-то вопросы есть духовные, чтобы помочь вам? Нет, нет, нет. Ну, все-то пока... Я в этом мало понимаю. Канал-то, Листок. А, если вы заходите в YouTube, тут у нас большой канал. Смотрите, какой. Видеоканал. Открытым оком во свете Библии называется. А мы откуда? Мы с Алтайского края, город Барнаул. Ну, это... Ну, вы это... Христианская церковь или как? Мы православные. Ну, какая же она? Неужели буддистская-то? Вы же видите, что рукой крестимся. Какая-то? Кто крестится? Кроме Борисовского? Ну, я не крещусь, у меня, допустим, мама крестится, жена крестится. Ну, вы-то нас-то видите и спрашиваете, какой веры. Когда видите, что мы крестимся, значит, мы не баптисты. Это определенно. Ну, все, пока. До свидания. С Богом. А не один. Господи, Господи, Господи. не имеет никакого отношения до христианства. Это моя думка. Так что, извините. До свидания. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказом... Вы тоже? И вам всего хорошего. Милого счастья, любви. Спасибо, Христос. Вы Библию читаете? Задумайся о спасении души. В мир пришел Спаситель. Вы слышали что-то про Иисуса Христа? Слышно, да? Ну вот, написано в Слове Божьем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, правильная вера у человека появляется, когда он читает Святую Библию. Ладно, ребят, без обид, давай. Все, Сыни Божьи, помилуй меня грешно. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге и спасении души. Не желаете послушать? Хорошо, я вас внимательно послушаю. Давайте. Господь Бог, Творец неба и земли, послал в мир Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа, Которого распяли на кресте, и этой жертвой Своей Он взял все грехи мира на Себя. И всякий верующий в эту принесенную жертву имеет прощение грехов и жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, то есть Бог Отец, что послал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, Господь нас призывает, потому что путь к спасению, то есть, перед нами, перед человеком стоит выбор. Или ты живешь по своей воле, исполняешь похоти дьявола, например, да? Или ты живешь по воле Божьей, исполняя его святые заповеди, и наследуешь жизнь вечную. А если не живешь, то наследует только вечные мучения. И вот в этой жизни человек должен примириться с Богом, со Христом, через жертву Иисуса Христа. Мы также людям говорим, что у нас, мы расправославные, у нас есть на Ютубе канал. Если вам будет интересно, вы много поучительно для себя найдете там. Вот у нас название, называется «Открытым оком во свете Библии». У нас там 13 тысяч видеороликов, даже больше сейчас уже. То есть, там обо всем. У нас православная деревня с нуля строится. Там, если человек докажет, вернее, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть, на пяти основных столпах. Вот. И вот так вот мы людям пропоенную, Иван, даже вот сюда зашли, в чат рулетку, тоже в основном безобразие творится. А вот такие люди находятся, которые, ну, как говорится, слушают. Вопросы, может, у вас какие-то есть? Задавайте. Да нет, нет. Нету, да? Ну, расскажи, что если по скайпу пожелаете поговорить, то внизу вот моя фамилия и имя. Игнатий Лапкин. Вам видно? Да, да, да. Ну, вот все. А если напишите открытым оком, а дальше сайт, зайдете на сайт, и к этим верхним словам добавите форум, будет форум. Это очень большие ресурсы, очень большие. Ну, всего хорошего, с Богом. С Богом. Боже, помилуй меня грешного. Еду, да? Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге и спасении души. Не желаете послушать? Мы баптисты. Баптисты? Вот хорошо. Что? Это классная идея. У меня тоже такая была идея. А он говорит, мы баптисты. Я им говорил, что мне хорошо тоже проповедовать на этом сайте. Здесь столько, много пошлости на этом чате. Но зато... Выключают проповедь. Господь послал... И ученики встречаются с людьми. Господь послал к грешникам проповедовать, но не к праведникам. Правильно, правильно. Поддерживаю 100%. Хорошая идея проповедовать. Аминь. Аминь, да. Нужно спасать этот грешный мир. Ужас, что происходит. Столько детей даже на этом сайте. Просто ужас. Да, тут сплошной разврат в основном. Да. Вот вам, если вы можете зайти на наши ресурсы, у нас очень большой ютуб. У вас какой канал? Открытым оком во свете Библии называется. Тут 13 тысяч роликов наших. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком. Я слушаю Осипова. Знаете Осипова? Конечно, знаю. Я много смотрю видео. Мне нравится, как он. Да не видели. Потом начнем садить на Сибири. Сибири. Забыл имя. Если вы запишите вот так во свете Библии, и сайт. Откроется сайт. С этими словами можно зайти на наш форум. Это огромный-огромный сайт. Там 50 книг, значит, она в аудио только. Златоуз, Жития Святых, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. Это наши материалы. Тут книги о нашей биографии. Как нас тут арестовывали, сажали, когда мы сидели. А какой веры вы? Какой динаминации относитесь? Мы православные, не динаминация. Динаминация – это сатана прикрыл словом ересь. Где динаминация конфессия, там под ними слово ересь. Церковь одна. Есть христиане, а все остальное – это уже… Да, динаминации. Христос не делил на эти слова. Этих слов нету в Библии. Динаминация. Да. Ну, все пока. Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Я мюслим. Знак сатаны показываете. Зачем? Нет, я не могу говорить в России, но я могу говорить в английском. Вы можете говорить в английском? Он спрашивает по-английски, разговаривайте. Вы верите во Христа? Вы верите в Иисус Христос? В верите? В Иисус Христос? Нет Христос в христос. Я мюслим. Он мюслим говорит, мюслим. Он говорит, мюслим я. Ну и что, пожалуйста. Все на этом. Бог единый, вечный. Иисус Христос. Иса. Иса. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Аллаху Акбар. Иисус Акбар. Иисус Иса Акбар. Вы можете пойти в христос. Ну ладно, все. Адью. Адью. Гудбай. Гудбай. Помилуй меня грешного. Скажи-ка. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Спасибо.